Галапагосские острова Галапагосские острова — единственный, обитаемый из множества вулканических архипелагов, затерявшихся в просторах Тихого океана близ экватора. Только в их бурных прибрежных водах живет дракон морей, живой реликт, первобытная морская игуана. Ее жизнь под водой всегда была окутана тайной. Но теперь морской дракон, последний из отряда рептилий, вымершего более ста миллионов лет назад, станет предметом изучения команды Кусто. Это первое крупномасштабное исследование морской игуаны. Подводная «Одиссея» команды Кусто. Продюсеры Мишель Делюар и Жан Ренуар. Композиторы и дирижеры Руби Рескин и Вальтер Шарф. Исполнительные продюсеры Жак Ив Кусто и Маршал Флом. Галапагоские драконы Калипсо приближается к Галапагоским островам, которые лежат в 600 милях от Эквадора. Судну предстоит пройти между вулканическими скалами, поднимающимися со дна на 3 километра. Это нелегкая задача. В 1835 году на Галапагосах побывал Чарльз Дарвин. Необычная наземная фауна островов подсказала ему те идеи, которые легли в основу теории эволюции. Мы же будем исследовать здесь подводный мир и наблюдать за морской игуаной. Эта рептилия вернулась в море задолго до подобных попыток человека. Новые подводные моторы помогут преодолеть большие расстояния под водой. Жан Клер Ивиан проверяет регулятор подачи воздуха. Теперь Акваланг будет установлен на скутере. Бернар Дельмот проверяет двигатели и рули открытой подводной лодки. Ее скорость 5 миль в час. На ней можно преодолевать мощные течения Гумбольта и Иль-Ниньо даже теперь, в сезон их столкновения. Иль-Ниньо даже теперь, в сезон их столкновение. Тонкий плексигласовый нос крепит уже под водой, так как он может лопнуть при погружении увесистой подлодки. В первом подводном походе у Галапагосов открытую подлодку сопровождают скутеры. Все готово, часы сверены, вперед! Мы впервые используем открытую подлодку и скутеры. Они помогут нам парить среди неприступных скал, которыми усеяно дно в этом регионе на 3000 миль вокруг. Лишь у подлодки есть рули. Скутером управлять проще. Надо просто повернуть его туда, куда хочешь плыть. Ныряльщики Скалипсу заинтересовались морской черепахой, но им не догнать ее, и та уносится прочь. Леопардовый скат тоже берет верх в гонках. В соревновании включается еще один скат, манта, который весит больше полутоны. Отвесные склоны горы сплошь в лунках, словно в оспинах. Это морские ежи, своими острыми, как у грызунов зубами, изъели жесткую лаву. Они беззащитны перед хищниками, и чтобы иметь убежище в подводной пустыне, им приходится проделывать невообразимую работу. Чтобы взять образец, Бернар отключается от акваланга, оставив подлодку дрейфовать. Теперь весь его воздух лишь в легких, и надо вернуться в подлодку, пока ее не унесло течением. С мотором легко погружаться быстро. Но делать этого нельзя, ибо резкие перепады давления могут повредить среднее ухо. Ныряльщики спускаются в ущелье, и перед ними открывается поразительный вид базальтовых образований, словно подводные соборы с колоннами, античные руины, затонувшие колизеей. Субтитры создавал DimaTorzok Подводный мир Галапагосов все еще формируется. Острова находятся в самой активной вулканической зоне Земли. Когда здесь из пламени рождалась суша, раскаленная лава низвергалась в холодные воды и мгновенно твердела, нагромождаясь по вертикали и создавая иллюзию затонувшего города. Но этот город нерукотворный, и человек в нем еще никогда не был. А вот колония молодых и любопытных морских львов. Как они грациозны и ловки под водой. Человеку остается только завидовать. Морская игуана. Она застыла, вцепившись в скалу, и невидимо сверху, благодаря защитной окраске. Но незваные гости исчезают. И тогда этот пережиток эпохи доисторических ящеров поднимается и, цепляясь мощными когтями, начинает свой выход из моря. Точно так же, как выходили его предки за многие миллионы лет до появления человека. Иван Шахстан Иван Шахстан Иван Шахстан На этих диких островах обитают самые смирные животные. В опасных морских дебрях местные обитатели осторожны и недоверчивы. Но на суше здесь никто никого не боится. Многие здешние виды прошли эволюцию в отсутствие хищников. Они не знали страха и стали, на удивление, самоуверенными. Хотя морские львы и не привыкли к человеку, они проявляют к Бернару полное доверие. Бернар решил искупаться. И вдруг неожиданная встреча. Морская игуана. Скорее наверх, за маской и трубкой. Отличная возможность понаблюдать за игуаной вблизи. Морские львы тоже заметили игуану. Они вознамерились согнать ее со скалы. Игуана старается удрать от расшалившихся львов. И начинается погоня. Морские львы играют с игуаной, как кошка с мышью. Но несколько иначе. Они ее дразнят и изводят, не причиняя вреда. Страдает разве что ее чувство достоинства. Львы стараются не пустить невольную участницу их игры к берегу. Игуана стремится на сушу. Но неумолимые преследователи опять и опять оттаскивают ее дальше в море. Игуана медленно, но неуклонно движется к берегу, отвоевывая дюйм за дюймом. И вот свобода. Родные Галапагосские скалы. Наконец-то дракон избавился от своих мучителей. Или нет? Команда Кусто собирается проследить за игуаной до мест ее кормежки. На Галапагосах главная проблема пища. Истощенные козлята, потомки завезенных буконьерами коз, прибрели из бесплодных скал к нам позавтракать. Они очень милы, но от них исходит угроза острову, потому что они отнимают пищу у здешних исконных обитателей. Команда покидает берег, чтобы вдали от него найти морскую игуану и снять там фильм об этом единственном наземном животном, добывающем пищу только из моря. А повар Джо, между тем, узнает нечто новое о птицах. В столь неприветливом краю трудно выжить. Здесь очень помогает сообразительность. Например, для того, чтобы разбить яйцо. Пересмешник сам дошел до закона всемирного тяготения, но, к сожалению, не знает, как сохранить свое открытие в секрете. Исследователи видели, как игуаны доплывали до этого места и здесь ныряли. Еще один сюрприз моря. Легендарная рыба нетопырь. Тихоходу нетопырю. У голопогосов пища редко достается. Для приманки добычи он то и дело выдвигает свой хоботок удочку и поглощает всех, кто рискнет подплыть к его физиономии. В поисках кормящейся игуаны, Делюар и Дородо подплывают к водорослям. И не напрасно. Дородо приближается вплотную, чтобы наблюдать, а Делюар впервые снимает подводное кормление наземного животного. В борьбе за существование, в процессе естественного отбора, игуана вынуждена была оставить голые лавовые скалы и сойти в холодный океан, который ей вовсе не так уж и нравится. Она ныряет только из-за жизненной необходимости. В море она никогда не тратит время зря и ест весьма активно. Целеустремленно приступая к трапезе, игуана придирчиво выбирает водоросли и сгрызает их своими острыми трехвершинными зубами, голодая скалы так, как пес голодает кость. Известно, что в неволе морская игуана не ест и умирает с голоду. Нам интересно, примет ли она от человека привычную пищу в своей естественной трапезной. Это независимое создание, за миллионы лет пережившее множество отрядов рептилий и млекопитающих, не желает ничего принимать из рук людей, которые, хоть и разумны, по сравнению с ней, сущие младенцы. КОНЕЦ На суше продрогшие ящерицы бросаются загорать, стараясь впитать как можно больше лучей экваториального солнца. Алье и Декультер будут наблюдать за игуанами, расположившимися на скалах на несколько метров ниже верхней точки прилива. Хотя здесь никто никого не боится, у каждого есть право на личное место, и остальные должны его уважать. Границы территории буревестника-глупыша определяются длиной его шеи. Уважать право на территорию обязаны и люди. Игуана потряхивает головой, напоминая об этом. Алье-бази! Люди подходят медленно, показывая, что пришли с миром. Но ящерица не доверяет. Однако, чтобы удрать, ей надо опять вторгнуться во владение глупыша. Именно здесь Дарвин убедился в изменчивости видов. Ведь здесь он в молодости почерпнул те знания, что позже легли в основу теории эволюции и естественного отбора. Поэтому можно сказать, что наши острова изменили представление людей о мире. Капитан Кусто беседует с доктором Джорджем Бартоломью, известным знатоком игуан. Доктор, какова история ее происхождения и развития? Ближайшие ее сородичи – игуаны Южной Америки. Но сама она там не водится. У нас нет окаменелостей, по которым можно было бы понять, появились ли морские игуаны в Америке, потом перекочевали на Галапагосы, а исходная популяция вымерла, или на Галапагосы попали сухопутные игуаны, которые уже здесь стали морскими. Однако каждый из этих островов подобен маленькому континенту со своим обособленным миром. Во многих отношениях здесь лучшее место в мире для изучения эволюции наземных позвоночных. Здесь самые замечательные условия. Для их жизни, для их размножения. Еще многое предстоит узнать об этом драконе, который заставил часы эволюции пойти вспять. Набрав полные легкие воздуха, Бернардельмот покидает открытую подлодку, чтобы отловить взрослого самца-игуаны для физиологических исследований. Самцу не придется тратить силы на подъем на борт Калипсо, где его ждут доктор Бартоломью и капитан Кусто. Доктор Бартоломью запишет и проанализирует динамику сердцебиений игуаны. Эта лента должна плотно прижимать электроды. Вот так. Физиология морской игуаны интересует Кусто потому, что она подобна физиологии всех животных, способных погружаться в воду лишь на время, включая человека. Прежде чем отпустить игуану в море, измеряют ее пульс на суше. Доктор Бартоломью обеспокоен снижением численности этих редких животных. Данные о температуре при нагреве и охлаждении тела игуаны и о частоте пульса помогут изучить ее приспособляемость к изменениям внешней среды. Пожалуйста, включите осциллограф. Доктор, меня удивляет, что при каждом ударе сердца мы видим на экране осциллографа три пика. В отличие от млекопитающих, у ящериц трехкамерное сердце, и каждый пик соответствует сокращению одной из камер. Один пик выше? Это сокращение желудочка. По нему и будем считать. Сейчас пульс не больше 50 ударов в минуту. Реже, чем у человека. Значительно реже, но при такой температуре это нормальная частота. Думаете, пора отпускать ее в воду? Очень устойчивый пульс. Игуану очень осторожно передают декультеру, который доставит ее на дно океана. Доктор Бартоломью уже снимал кардиограммы у Игуан в лабораторном бассейне. Благодаря команде Кусто он смог продолжить исследование в естественной среде. Игуана вцепляется когтистыми лапами в донную скалу, а декультер остается поблизости, чтобы наблюдать за ней во время эксперимента. Она уже 15 минут под водой. Да, посмотрим, как работает ее сердце. Один. Большой пик. Ничего, ничего, ничего. Еще один. Один за 8 секунд. 8 секунд. А, вот. 7. 7 секунд. Еще один. Да, еще один. Частота 8-9 ударов в минуту вместо 45. Но пульс упал. Да, с 45 до 8. И будет дальше падать до 4-5 ударов в минуту. До 4 ударов сердца в минуту? Да, при этом у нее блокируется кровообращение в мышцах. Кровь циркулирует только между сердцем и головным мозгом. А работают лишь сердце и мозг. А все остальное? Кровообращение во всем теле блокировано. Погодите. Сердце остановилось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Игуана может остановить свое сердце На три минуты без вреда для мозга А теперь, когда ее сердце вновь забилось И пульс стал постепенно учащаться Наша подопечная устремилась наверх Навстречу Солнцу Мы рады отпустить ее домой На лавовые скалы Чудо-наряльщица отлично поработала И теперь может свободно плыть к берегу Редкостное создание О котором нам известно пока так мало На экваториальных Галапагосах Солнце встает быстро И сразу начинает припекать К 11 часам Температура доходит до 50 градусов Но в приливной зоне течения Гумбольта Периодически охлаждает скалы Поэтому Бернард Эльмот и Жан Декультер Смогут по ним пройти Чтобы изловить самца игуаны Для специального погружения Игуаны вольготно разлеглись на санцепеке Чтобы прогреть свои тела Остывшие за ночь Дремавшие драконы вдруг насторожились Быть может добрый ветерок нашептал им Берегитесь французов с мешками Эти животные привлекают команду Калипса Еще и потому Что мы хотим научиться у них лучше нырять Глубиномер покажет На какую глубину способна погружаться игуана Подводное снаряжение можно улучшать и дальше Но пределы его совершенства Обусловлены физиологией человека Чтобы нырять лучше, глубже и дольше Надо воздействовать именно на физиологию Нам очень интересно знать Что же происходит на глубине с животным Которое изначально не было создано Для подводной жизни Сопровождение человека невольно Заставляет игуана уходить глубже До предела своих физиологических возможностей 20 метров Возможно, она способна нырять и глубже В отличие от людей ныряльщиков Вынужденных полагаться лишь на воздух Набранные в легкие Морская игуана при погружении Выдыхает весь воздух Чтобы легче было идти ко дну Игуана старается спрятаться от человека У морской игуаны нет жабер И она не может добывать кислород из воды Она берет его взаймы из тканей собственного тела Вернувшись на сушу Она отдышится и вернет им долг На такое не способно больше ни одно животное Один из матросов Дарвина Насильно удерживал морскую игуану под водой Чтобы узнать, сколько она проживет без кислорода Оказалось час Наша игуана уже почти истратила весь свой кислород И стала подобна безжизненной скале На которой она лежит Глубина невероятная 28 метров Давлением воды ей сплющила грудь Она всплывает, работая только плоским хвостом На протяжении миллионов лет Игуана видоизменялась Все дальше отходя от своих сухопутных предков Но так и не стала лихим пловцом В воде она чувствует себя совсем не как рыба И сейчас ей не терпится покинуть море Выбраться на надежную твердь раскаленных солнцем скал И восстановить там свои силы После кормежки в море Игуаны часами отдыхают Возвращая кислородный долг Своим истощенным тканям Алье направляет солнечные лучи зеркалом Стараясь помочь промерзшему самцу Побыстрее поднять температуру тела А чуть в стороне Тела и кровь уже достаточно разгорячились Ведь время откладывать яйца Самка вырыла себе гнездо И ей придется защищать его Потому что явилась еще одна претендентка Спор за место для гнезда Дело привычное в этих неподатливых лавовых скалах Защитница отступает Но сдаться просто так она не может Значит придется толкаться Упершись друг в друга головами с роговевшей кожей Они начинают ритуальное сражение за гнездо Турнир драконов Эти броненосные животные Стараются лишь устрашить друг друга Не пуская в ход свои мощные когти и зубы Как и представители других вымирающих видов Они никогда не кусают и не калечат друг друга Ведь ранения могут привести к уменьшению популяции И все же в этой схватке запрещены не все жесткие приемы Битва идет с переменным успехом Но вот является самец Хозяин гарема Его легко узнать по внушительным размерам И важному виду Он словно втолковывает им Что пора прекратить свару И заняться кладкой яиц Самозванка верна женской природе Последнее слово должно остаться за ней И она его произносит А защитница гнезда Возвращается к колыбели своего потомства И здесь, как во многих других случаях Всем заправляет мужской пол Путешествуя по Галапагосам Капитан Кусто навестил человека Который сумел наладить особые отношения с морскими игуанами В 1935 году Карл Ангенмайер Прибыл на эти острова из Германии Большинство предыдущих переселенцев Сочли их непригодными для жилья Кто погиб от жажды и голода Кто вернулся на родину Но Ангенмайер, как и его игуаны Остался и выжил Когда Ангенмайер с женой и тещей Высадился на этом берегу Здесь жили только морские игуаны Он не стал прогонять ящериц И выстроил дом среди их лежбищ Решив жить с ними в добром соседстве Со временем игуаны начали благосклонно принимать его А потом пошли и к нему домой У него дома до сих пор живет 45 морских игуан Они входят прямо в дом? Да, и в дом, и в дымоход Лезут всюду У них есть клички? У всех одна кличка Энни Энни? Да, Энни Моя племянница, когда была маленькой, не могла сказать игуана Она говорила Энни Энни, Энни Энни Может, я ему не нравлюсь? Пожалуй, пора их покормить Я даю им рис и рыбу Рыбу? Да, рыбу Рыбу, хлеб и все, что мы сами едим А вот и корм Энни, сюда Энни, Энни Идите есть Энни Капитан Кусто уже слышал, что Ангер Майер приучил этих независимых животных принимать пищу из рук человека Но его удивило, что морские игуаны охотно берут любую снеть Совершенно не похожую на их естественный подводный корм Такое достижение озадачило исследователя и его коллег Смотрите, здоровяк не пускает к еде малыша А собака-то ревнует Да, она к этому неравнодушна Скорей, скорей, скорей Все, пошли в дом Жарко Они тоже любят тень Этого малыша я возьму с собой Это ваш приятель? Да, он из старожилов Они привязались к вам из-за еды, как по-вашему? Думаю, не только Не только? Да, еще и потому, что мы любим животных Этот малыш у нас уже лет 15 Да, Энни? В разгар дня они тоже предпочитают лежать в тени Пойдем Карл принимает гостя в доме, где удивительно мирно уживается с морскими игуанами и с тещей Садитесь Сюда, да? Да На самом деле, далеко не все они смирные Похоже, этот волнуется Да, немного, он вообще нервный У него на одной лапе только три пальца, видите? А что случилось? Не знаю Этот поразительно мирный дракон крайне редко может укусить руку, которая его кормит Видите? Цепился? Да Ну не надо, отпусти, отпусти Видите? Держит крепко Не отпускает Больно? Немножко Не могу рукой двинуть Иначе он рассердится Как собака Понимаете, мне нужны были друзья И я стал заводить дружбу с игуанами Они пошли мне навстречу Потому что я был с ними приветлив Конечно, можно было просто прогнать их Но я не способен на такую жестокость Потом они привязались ко мне И мы подружились Вы не думаете, что жизнь была бы лучше, если бы человек всегда так относился к диким животным? Разумеется, намного лучше Если бы человек дружил с животными, то на этих островах и вообще везде все было бы иначе Вы живете здесь уже довольно долго Могли бы вы назвать эти острова райскими? Видите ли, рай надо созидать самому Где живешь, там и надо его строить Это можно делать где угодно Здесь столько разных животных Мы сами строим, создаем им рай Потому что они этого заслуживают Мы полюбили эти места, но рай надо создавать своими руками Иными словами, ваш остров весьма суров? Да, это суровый край Вы же видели скалы, лава Но он по-своему красив Я бы сказал, здесь рай для таких животных, как морские львы и игуаны Для них, да, потому что это их родина Это их рай В 30 милях от суши, между отдаленными островами Мы неожиданно натолкнулись на стадо морских львов Которые вели себя, как дельфины Подобного я никогда не встречал С чего у них такое сборище? Я послал аквалангистов разобраться И все стало ясно Мы оказались первыми людьми, наблюдавшими за свадебной церемонией морских львов Ежегодно перед наступлением брачного сезона Множество их собирается в открытом море Чтобы создать супружеские пары Молодые самцы ухаживают за изящными самками Их грациозные любовные игры Это настоящий морской балет А вот и прима-балерина В танце-желание Призывный взгляд Приглашение на празднество Человека и животных объединяет всеобщая гармония моря Покидая Галапагосы Мы оставляли редкостный мир, не знающий страха Здесь нет хищников А хищник это вооруженный зверь Ни оружия, ни насилия, ни страха Всеобщий мир и покой А вдруг мирная морская игуана За миллионы лет пережившая столько видов Переживет и человека воинственного Печальная мысль Этот кроткий дракон Никогда не станет завоевывать мир Но если человек не откажется От самоистребления То это доисторическое существо Просто унаследует землю Равновесие животных и окружающей среды На Галапагосских островах Очень хрупко Природное сообщество на границах стихий Особенно уязвимо Если эти уникальные создания И живут в раю То в раю очень суровым Этот край еще не подвергся Массированному натиску человека Однако Мир наш стремительно сужается И люди в волчином поиске Нетронутой природы Уже начали угрожать И этим далеким Вулканическим скалам Американская поэтесса Эднес энд Винсент Милой Написала У Бога жизнь И там, и тут Где в безопасности живут Прилив кипит у берегов Не остается островков Туристы пребывают с невинным желанием Насладиться природой Однако мы уже так отдалились от природы Что не умеем с ней обращаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может оказаться, что для морской игуаны И океан лишь временное прибежище Если начнется нашествие людей С большой земли То древнему дракону Одолевшему столько эпох И в океане не останется островков Продюсер и автор сценария Энди Уайт Подводные съемки Мишель Делюар Ив Омер Производство корпорации Кусто Групп 1991 год Мишель Дело Когда мы знакомимся Ну это первое Мы в милус tax Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok